Профсоюзное наступление сегодня пикетировало фонд госимущества. Активисты протестовали против продажи четверти госакций в восьми энергокомпаниях Украины. Митингующим удалось прорваться в помещение. Что же было дальше, расскажет Лина Зеленская. Жаркое утро возле фонда госимущества. Представители профсоюзных организаций и активистов из разных регионов страны вышли на акцию протеста. Акция вплива по недопущению розбазаривания стратегических для Украины предприятий. Сегодня спроба, банально, извините за такие простые слова, розкрадание государственного майна. Сегодня выставлены энергогенерующие компании для того, чтобы олигархи взяли полный контроль над энергогенерацией в Украине. 25 акций восьми обленерго могут уйти с молотка. Цена вопроса 4 миллиарда гривен. Комиссия принимает настолько заниженные цены. У нас возникает вопрос, что на этом просто хочет кто-то нажиться, а чиновники работают просто на определенный клан олигархата, который на сегодняшний день просто готовы купить именно еще контролирующие пакеты, чтобы уже устанавливать тарифы с точки коммерческих своих каких-то видений. Не обошлось и без красноречивых символов. Активисты профсоюзного наступления вручили заместителю фонда госимущества доильный аппарат. Мы его хотим вам презентовать, это сувенир для организации, от организации всех. По той причине, чтобы вы помнили о том, что доить страну и доить народ Украины, и доить наши семьи, и людей, которые отстаивают наши интересы в АТО, не то что нельзя, это просто беспредел. Но в фонде госимущества продажу государственной доли в Облэнерго пытались отстоять, как могли. Дескать, других вариантов нет. Держава наконец-то пытается реализовать те активы, которые ей действительно не приносят. Она не может ей приносить прибыль. Ценые паперы, которые не дают ей на протяжении 10 лет, никакого дохода. Спустя несколько часов представителям профсоюзов и чиновникам все же удалось прийти к согласию. Заместитель фонда госимущества принял требования митингующих. В итоге продажу акций двух Ублэнерго остановили, а по остальным шести компаниям профсоюзам должны дать ответ в течение пяти дней. Лина Зеленская, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер.